Девушки отдыхают 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 Но вы должны понять Мы интересовались их миром Исключительно ради блага человечества Да, все вышло из-под контроля Но уверяю вас У нас были веские причины Для такого риска Подача энергии восстановлена. Я верю в честность, особенно сейчас, последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи, человеческие жертвы, портал в ад, демоны, все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Я блокирую вам доступ к сканеру. Идите к терминалу Веги, и я дам вам то, что нужно. Это подарок. Примите. Это придаст вам сил. Поможет в пути. Если вы держите скачок мощности. Вы только что зарядили свои системы чистой аргент-энергией. Похоже, она вам на пользу. Ха. Я открою для вас и все остальные аргент-ячейки в комплексе. Вега. 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 Дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников ОАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно записям Гайдена, вторжение началось в комплексе Лазарь. Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала ОАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии. Но знайте, исследования А довелись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас. Цена прогресса. Ха. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. АВТОРИЗАЦИИИ АВТОРИЗАЦИИИ Оливия Пирс. Альфа-4. 0. 2. Доктор Хайден, она заблокировала меня. Вся энергия перенаправлена на арту. Она пытается открыть портал между мирами. Их и нашим. Вы все равно не могли их спасти. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И аргент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Вы не представляете, что вы наделали. Оливия еще жива. Я засек ее в аргент башни. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что ж, так значит ничего не поделать. Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Она несет аргент-аккумулятор. С его помощью она попробует вручную открыть портал в ад. Хотя аргент башня не работает, связь с их измерением еще существует. Мы в огромной опасности, доктор Хайден. Это не конец. Это только начало. В первую эпоху, в первой битве, когда тени впервые стали длинными, выстоял один воин. Его опалили угли Армагеддона. Душа его была обыжжена пламенем ада, осквернена и не могла уже вознестись. Так что он избрал путь вечного мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог обрести покоя и скитался по равнине Умбрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему столько зла. Он носил корону ночных стражей, и те, кто отведал его меча, нарекли его палачом рока. И его стальная воля, закаленная адским пламенем, не дрогнет там, где слабые будут растерзаны. Ведь только он был путником ада, неудержимым хищником, ищущим воздаяние всюду, во тьме и при свете, в огне и пламени, в начале и в конце. И он преследовал рабов рока с ним о верной жестокостью, ибо прошел через раздел, где проходили прежде лишь демоны. И в битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту, и мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовище из девяти кругов. Палач Рока, несокрушимый, неумолимый, несгибаемый, решил искоренить царство тьмы. Оргент-башня уничтожена. С этой стороны портал больше не закрыть. Энергия ада течет в другом мире из источника, который мы называем Колодцем. Вы вернулись в единственное создание из плоти, способное перемещаться между мирами. Хе-хе-хе, возможно у нас есть выход. В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Доступ к комплексу Лазарь есть в северном секторе особого исследовательского комплекса, до него километра восемьдесят. Прибытие в особый исследовательский комплекс ОАК. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. У нас недостаточно кандидатов, и наша вера ничто без верующих. Мы не можем без них выполнить нашу работу. И над чем вы работаете, Оливия? Я несколько месяцев не видел ни одного отсчета от вашей команды. Могу ли я быть уверенным, что вы сохраните трезвый рассудок и контроль над ситуацией? Конечно. Я верю в нашу работу. Но... Чтобы добиться успеха, нам придется пойти на еще большие жертвы. Это не прогресс, а безумие. Совет директоров понимает исключительный характер вашей работы. И мы понимаем, что эти жертвы необходимы для будущего цивилизации. Но ваши суждения больше не кажутся разумными. Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного селка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Судара, пожалуйста. Разрушение аргент-башни ужасает. Но... я все же намерен помочь вам закрыть портал. Наша работа и знания об их мире берут начало в надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Мы называем его спиральным камнем. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергии ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории Лазарь в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Служебный лифт в конце зала. Спиральный камень вы найдете в личной архивной лаборатории Оливии в глубине комплекса. Мало кому довелось его увидеть, но раз уж вы оказались здесь не случайно, то возможно сумеете разглядеть то, чего не удалось нам. Это не ошибка, что он пришел в наше владение. Демоны предсказали его возвращение. Если он проснется, то миссия окажется под угрозой, потому что лишь он способен выстоять против них. Оливия активировала адскую волну откуда-то изнутри комплекса. Я надеялся, что она сможет противостоять их влиянию, но ошибся. Она оказалась слабее, чем я думал. Тебе не следовало допускать, чтобы его нашли. Ты подвела нас. Это была не я, это Сэмюэл. Он привел их к его гробнице. Прошу, мы можем исправить это. Я обещаю. Ворота откроются по плану. Гарнила. Вот что она искала. Вега, ты получил координаты? Вам придется вытащить его. Когда вы извлечете аккумулятор, он станет нестабилен. Вскрыв его, можно вызвать разрыв, способный вернуть вас в мир демонов. Мы определим вашу точку входа с помощью страховочной системы, которую я загрузил в ваш бронекостюм. Нужно забрать горнила. Без него мы не сможем перекрыть колодец и закрыть порталы в ад здесь, на Марсе. это адская волна направит человечество по другому пути. В этот день мы сделаем свой вклад в их дело. От них зависит наше спасение. Поэтому я вытащил вас из гробницы в святилище Кадингер. Я знал, что она слаба. Наша работа всегда сопряжена с риском. Я освободил вас из вашей тюрьмы, чтобы вы помогли уменьшить этот риск. Я знал, что в случае катастрофы вам потребуется вырвать аргент аккумулятор питающий кибер демона. Дестабилизировав ядро, вы создадите разрыв, который отправит вас обратно в ад. Когда вы заберете гарнила, мы вытащим вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья!